всем привет с вами клонова аня проект фаберлик онлайн и в этом видео по вашей просьбе дорогие мои любимые подписчики дорогая страна фаберлик я решила отснять вот такие вот стикеры как они выглядят да то есть это новиночки у нас идут следующего каталога они доступны будут к заказу 5 5 числа 11 месяца ну и давайте же начнем ну яночка конечно девчонка у нас светленькая и у нас получается что это подружка кати вот и мы с ней будем тестировать на разных да то есть разные тени на разных глазах вот во первых это тени карандаш арт стик артикул 56 68 да они дают такой полупросвечивающий оттеночек очень такие симпатичные с металлизированным таким эффектом как вы видите да на свет вот так вот они выглядят да так вот они выглядят ну давай яночка вот этот глазик так вот мне повернись и давайте смотреть да то есть указано что это подводка закрывай полностью да и приподними бровь до указано что это подводка но я бы вот не могла сказать что им что-то можно где-то сделать подвести да то есть это не совсем удобно ложатся они очень красиво полу таким просвечивающим эффектом очень симпатично мне это очень понравилось наносится ровно красиво даже не требует растушевки но и как вы поняли можно нанести толще тоньше да и будет очень очень красиво смотреться да то есть если толсто толсто нанести где-то вот ближе к низу карандаш он идет как вы видите с блесками но он не натирает века что очень приятно яночка посмотри на сейчас наверх да то есть смотрите нижнее века очень сложно делать дай им то есть получается ну это совсем как бы грубо говоря не подводка но очень симпатично смотрится да тон ложится ровно тон ложится классно вот единственное у них нарекание все-таки я вчера вот с ребенком в ванной купалась когда нанесла эти тени на себя то в сырой среде до когда вот ну минут наверное 40 были в ванной сырой среде они яночка можешь посмотреться в зеркало посмотри как тебе да они конечно же могут у вас кататься если вы вспотеете да то есть это не влагостойкие и не водостойкие да то есть вот тушевочка по краю делается легко мне эффект в принципе понравился стика можно весь макияж да да можно и да вот как раз для молодых девчонок это самое то самое такое классное ну и вот сейчас с вами еще посмотрим вот такой вот голубой тени карандаш арт стик артикул 5669 вот такой вот он идет да давайте вот его нанесем сюда то есть тоже такой полу просвечивающий эффект тоже очень такой симпатичный карандашик давай яночка я тебе сделаю да ну им понятно что так на все века как темный не нанесешь но тоже в принципе очень-очень симпатично тут мне немножко не с руки да если вы нанесете очень-очень толстым слоем а ну вот сильно так поблескивать оттенок голубой но такой знаете не ярко голубой получается поэтому очень даже симпатично эти тени я вам советую все-таки наносить под вас на базу под макияж потому что они через чур мягкие и они у вас без базы под макияж течение где-то 6 8 часов они все-таки скатаются и нужно будет идти обновлять цвет да то есть это вот сейчас серьезно я вам говорю да это такой совет чтобы вы в них не разочаровались все-таки нужна именно база под макияж да то есть вот таким вот слоем я сейчас нанесла довольно таки не тонким слоем из-под лобья еще яночка посмотри из-под лобья да то есть ну в принципе очень даже симпатично смотрится я посмотри кверху да и можно еще как бы отрегулировать да но смотрите тонкой полосочкой вас не получится до подвести то есть таким вот способом у нас с вами получается мне нравится этот эффект он очень симпатичный да то есть тут просто можно пальчиками пальчиками их сделать так чтобы они были более-менее растушеванными и получается такая нечеткая линия очень даже приятная как тебе голубой оттенок скажи тоже очень интересно да интересны быть выходы даже вот тут вот что-то не ровненько немножко какие-нибудь выходы да и их же можно по идее сочетать да то есть у нас есть более темный стик вот этот стик у нас идет 56 67 вот он идет такой вот уже более темный и цвет у него идет уже такой у насыщенный да как вы видите прямо черный тоже идет вечером да и можно вот уже в складке вот этого века сделать вот такой вот вечерний тут макияж и получится уже намного лучше намного красивее мне понравилось что их можно таким вот образом сочетать что всегда можно сделать какой-то такой двойной макияж и подводочку можно сделать и так далее и так далее вот то есть вот смотрите растушевываем излишки убирая и получается у нас очень даже красивый такой металлический до такой классный эффект вот очень даже приятный такой оттеночек его мы еще целиком этот оттеночек покажем на диан очки и вот такая вот у нас идет помада и и заказала свекрови артикул 6 40 607 помада карандаш что мне хочется про нее сказать она смотрится это конечно оттенок абсолютно не яны как вы видите да но она так ложится хорошо смотрите вот я чуть-чуть прямо задела и уже какое прям плотное обалденное нанесение просто просто шикарно да вот смотрите я прям вот пол губки сейчас сделаю чтобы вы понимали кстати я не так тебе и плохо этот оттеночек не серьезно очень даже красиво то есть ее можно даже не кисточкой так просто наносить на губы приоткрыть чуть-чуть рот не кисточкой так просто наносить на губы и уже получится ровно и классно ровно и красиво на то есть смотрите какая красота очень плотное нанесение но оттенок нет все таки не твой оттенок ярковатый очень прям такой коралл коралл да ну это просто чтобы вы знали как она наносится как она лежит но конечно я не нужен поспокойней оттеночек совсем не ее цвет но как она ложится это просто безумно супер вообще классно просто классно у нее чем ян пахнет аромат чем-то каким-то вот мне конечно не особо разбираюсь но сладко сладким чем-то да чем-то сладеньким таким да то есть вот такая вот помадка я вам могу сказать что она не водостойкая она ложится хорошо губки поблескивают очень симпатично очень классно губки поблескивают и как бы с тенями если я не угадали да они действительно и идут то с помадой конечно совсем не угадали с цветом но другой у нас нет мы вам просто хотели показать как она наносится такой благородный цвет да и дело это в том что она не мерцает не блестит но она губки делает такими красивыми сочными притягательными до сатиновый такой шикарный оттеночек причем можно и и и полу просвечивающим тоном ее не нанести то есть у нее идет сразу же такое плотное нанесение знаете что да у нас есть skyline помадки которые наносятся таким образом что нанесли один слой полу просвечивающий нанесли там два-три слоя она стала такой яркой крутой да и одну помаду можно на все случаи жизни из пробу использовать да тут конечно эта помада она уже какой есть свет такое будет на губах ну что все яночка спасибо большое сейчас к нам а стойте 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 вот еще такой карандашик 55 27 артикул щёточкой такой вот подводной карандашик давайте я вам покажу как он рисуется да то есть он тоже оказался светлова для яны но мы его просто протестируем как он ложится каким слоем и просто вам покажем да то есть его очень удобно наносить штрихами для него нужно заказывать отдельную такую точилочку а чтобы проблем проблем не было да то есть вот таким вот образом мне тоже очень понравилось очень удобно наносится да как вы видите сразу же бровка жила но еще бы конечно потемнее бы оттеночек и тогда вообще все было бы супер как бы оттенок до оттенок не яны вот таким вот образом такая вот такая вот бровка получилось и потом это дело все можно при расчесать и в принципе очень хорошо ровно красиво получается в итоге смотрите прям идеально бровь идеально прямо да все у нас лежит вообще все классно еще красота все яночка теперь точно спасибо тебе дорогая очень хорошо что катерине сегодня подруги в гости пришли сейчас мы будем тестировать с яночкой будем тестировать темный цвет да скажи всем при всем при да будем тестировать темный цвет и вот такой вот прям видите такой вот насыщенный прямо насыщенный так это артикул 56 66 тени карандаш тоже новинка тоже арт стик да ну и давайте начнем да ну я не знаю наверно смоки айс да вот у нас получится да то есть смотрите он подойдет даже для уголка глаз и по нему прямо очень видно что он такой идет с эффектом немножко металлик да вы заметили наверное все тени идут с эффектом металлик да вот сам видите карандаш отливает она тут вот очень прямо видно очень сильно плотное нанесение и вы знаете у меня такое ощущение что когда мы эти тени наносим их не только надо на базу мы под макияж наносить чтобы вам они в итоге понравились а еще желательно их наносите и посидеть немножко с закрытыми глазами для того чтобы у вас они потом сразу же мгновенно не скатались то есть сколько-то подождать чтобы они может быть высохли на глазу или как-то вы бы вот улеглись что-то вот такое в этом вот плане сейчас я возьму кисточку возьму кисточку и мы продолжим так какой оттенок красивый но он еще да он еще такой вот металлический прикольный да кстати кисточкой еще лучше тушуется чем пальцами вообще прямо здорово можно вот эту границу отлично разделить я на самом деле думала то что мне не идут фиолетовые тенки ну как не но этот прям очень красивый нет тебе идут фиолетовые оттенки тебе не действительно идут еще можно сделать подводочку и ты вообще прямо супер будешь то есть вот так вот так вот легонечко и да и посмотри кверху ну так конечно вы подведете свои глаза только в том случае если он у вас не затупиться потом окончательно потому что он же у вас будет изнашиваться вот это острие и потом он уже будет плосковатый да ну тут конечно понятно что мы вам показываем тени но самое что интересное что вы сами видите что лучше всего это делать с накрашенными ресницами да то есть но как смотрится мне нравится очень особенно вот то что в живую что на камеру очень хорошо оттеночек передается можно сделать его менее насыщенным да то есть сами сами видите что я нанесла просто очень толсто и эти тени они у вас будут по идее долгоиграющие да не у вас будут долгоиграющие потому что действительно такой такой стойкий оттенок который очень пигментированный они очень долго этот стик будет у вас расходоваться так значит второе что мы с вами сделаем это вот такой вот на все века протестируем карандаш тени карандаш арт стик артикул 5667 вот прям черный черный до который мы я не в уголок глаза делали вот он такой да тоже как вы видите немножко металлизированный вот и давай начнем ну такой оттенок лучше всего на все века я думаю не наносить ну для смоки айса конечно но смоки айс он тут идет темнее а края потом и растушевываем да то есть вот смотрим я боюсь тыкнуть в глаз тебе слушай ну чтоб не сильно давить не сильно надавляю надавливаю вот да то есть но его лучше всего нанести таким вот образом и потом порастушевывать постараться порастушевывать его чтобы вот сгладить все вот эти вот уголочки чтобы красиво легло да то есть ну и смотрите конечно если века тяжелые открой глазик да если века тяжелые то нужно уводить за века чтобы оно было легче таким вот образом ну мне понравилось да сюда можно даже и голубого и всякого добавить вот а тут стереть дать они кстати быстро так стираются хорошо и давай низ попробуем с тобой подвести на таким вот образом конечно до ложатся они просто безумно хорошо так не плакать не плакать не плакать тушуется вообще великолепно просто великолепно мне нравится их тушевать очень удобно и легко легко то есть вот таким вот образом да очень хорошо лежат тени особенно если сделать подводку мы вообще будет супер так смотрим значит дальше вот подводка у нас будет вот такая вот ой под водочка у нас будет вот такая вот да то есть я просто вам покажу как она наносится артикул 6232 на этот глазик нанесу с одной стороны да вот такая вот кисточка идет что-то типа вот знаете что-то типа фломастера наверно да то есть кончик можно сделать тоненький да и потом уже стрелочку ввести куда вам хочется как вам хочется то есть я сейчас сделала очень тоненькую стрелочку да то есть и в уголочек глазика сделала очень даже так ничего ну и осталось только реснички на осталось только реснички и вообще вот красиво ну-ка как да то есть но стрелочку можно потолще кстати сделать это такой дневной вариант но вот в принципе все практически нас осталось только такая вот помадка мой девчонки спасибо огромное что согласились протестировать мои прям подписчики будут восторге значит артикул так артикул 40 611 такая вот темная-темная помада она мне показалась каталоге светлее но на самом деле она очень такая виде насыщенная темная помада вот наносится вообще очень хорошо так же как в принципе все помады данной линейки просто безумно классно плохо мне из-за камеры видно вот дианочка попробую еще сама нанести вот попробуй удобно тебе вот или неудобно удобно наносится да нет мягко да есть такая да такая да я даже не могу описать нежная такая шелковая помада просто ты вот чуть-чуть надавливаешь и цвет такой насыщенный остается да да то есть вообще здорово мне очень понравилось и я могу сказать что я прям довольна этой новой линейкой этими тенями да то есть тон нанесли тени нанесли и поехали просто супер цвет ну все с вами была конного аня яночка и дианочка спасибо вам огромное за внимание вашу просьбу я выполнила с огромным удовольствием да то есть мне нравится помогать вам делать выбор всего вам доброго с вами была конного аня и фаберлик онлайн до встречи с вами в новых видео